18 часов 17 минут в Нижнем Новгороде, вы слушаете НН-Радио. Сегодня в нашем эфире горячая линия с градоначальником. Олег Индрашов уже появился в нашей студии, в чем можно убедиться. Зайдя на сайт nnradio.info, Олег Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, уважаемые нижегородцы. Времени у нас до ближайшего рекламного блока не так много, поэтому я бы хотел начать наш сегодняшний разговор с передачей очередной порции фотографий, фотозаметок наших радиослушателей, нижегородцев, который продолжает мониторить странные вещи на дорогах, в том числе и ямы. Сегодня несколько таких вещей есть. Егор, например, обращает внимание на состояние лежачих полицейских, то есть мы видим знак, лежачий полицейский здесь присутствует не полностью. Такие какие-то вещи, да. Те полицейские, которые сделаны не из асфальта, а из резины, предполагалось, что они будут долго держаться, они, в отличие от асфальтовых, вообще не держатся. Ну, я получил все... Вот еще от Ирины, да, хотел бы обратить внимание. Здесь много фотографий, некоторые мы вам как раз распечатали. Здесь обращается, конечно, внимание на состояние дворовой территории. Здесь я бы еще хотел заметить, что какой-то бурелом лежит, месячник по благоустройству, видимо, вот как раз на улицу Дружбы, дом 25-й тоже как-то не распространился. В общем, все это для вашего ознакомления, и всех наших радиослушателей призываю как раз участвовать в акции. Я и по улице Дружбы вижу, и по Ленинскому району вижу, и по Надежде Суслова все принимаю. Я напоминаю, что можно в группе НРАДИО ВКонтакте все это дело размещать. Олег Александрович, буквально минута, да, до ближайшей рекламной перебивки, поэтому, может быть, коротко о том, как у нас сейчас там дорожная компания, повлиял ли вот этот снег странный, который вдруг свалился? Ну, конечно, повлиял. Повторяю, рассчитывали на то, что с 18 марта у нас такая была перспективно теплая весна. Думали, что воспользуемся этим и приведем город быстрее в порядок. Но из-за того, что снег умудряется 20-21 апреля выпадать, да еще таких объемов, что десятки деревьев валятся, обрываются провода, то это, конечно же, влияет, ну, какой тут, там, пылесосине, либо очистка от грязи, если мы вынуждены были вчера просыпать песко-соляной смесью, опять подъемы, мосты, налить образовывалось и требовало это вот опять просыпки. Хорошо хоть технику еще держали для готовности, а вообще-то, в принципе, по планам должны ее были списывать. Это повлияло, это мешает, и газоны мы не можем убирать сейчас нормально, потому что они мокрые просто-напросто. Но, тем не менее, это не может быть оправданием. К празднику 70-летия Победы город должен быть в порядке. Я думаю, что вопросы, касающиеся дорожной тематики, сегодня тоже будут. Напоминаю, кстати, наши координаты. 42, 30, 99, 5, кнопка 5. Друзья, очень много вопросов сегодня и в интернете, и на СМС-портале, и звонков поступает. Не гарантируем, конечно, что ответим на 100%, но какие-то важные постараемся осветить. Сейчас немного прервемся на рекламную информацию. Горячая линия с городоначальником. В прямом эфире глава администрации города Олег Кондрашов. 18.25 в Нижнем Новгороде. Всем еще раз доброго вечера. Прямой эфир ННРадио. Программа «Горячая линия» с городоначальником Олег Кондрашов. Здесь, в студии, на Большой Печорской, 33. И прямо сейчас предлагаю не терять времени, а послушать звонок от Нижегородца радиослушателя. Немного предыстории. Неделю назад в прямом эфире ННРадио, здесь в «Горячей линии» мы обсуждали тему нижегородских парков. И появился нижегородец, который готов поучаствовать в создании зеленых зон в Нижнем Новгороде. Но встретился, как бы так сказать, с административными барьерами, если можно так выразиться. Впрочем, Александр знает все гораздо лучше и все готов рассказать в эфире ННРадио. Александр, добрый вечер. Добрый вечер, ННРадио. Добрый вечер, Олег Александрович. Добрый вечер. У меня ситуация такая, что там я проживаю в Нижнем Новгороде и гуляю с твоим ребенком, гуляю с братом, с ребятами по Мехерскому озеру. Он, соответственно, загажен, грубо говоря. И приходится гулять вдоль дороги. И мы организовали, так сказать, нашу группу ребят. Есть небольшой столовый капитал. И решили заняться очисткой Мещерской Оферы. Построить, ну, поставить там площадочки небольшие, дорожки, чтобы можно было с колясками вокруг воздуха ходить. Можно озеленить. То есть, ну, были небольшие идеи. И в итоге, встречавшись с человеком, администратор Канавинского района, он нам сказал, что это неинтересно. Это не в наших интересах на данный момент. Вот. Продолжения были разные, на самом деле. И я к вам... Как можно воздействовать на данный факт? Спасибо. Либо куда пойти, как можно... Ну, вопросов для того, чтобы даже оценить продолжение, Александр, много уточняющих. Там, самое простое, как вы хотите, инвестировать и легализоваться в этом статусе, договор аренды заключить, взять в эксплуатацию, в обслуживание. В общем, масса. Давайте так договоримся. Раз уж у вас такая хорошая идея, я не знаю, там, какой человек в Канавинской администрации его это не заинтересовало. У меня есть там некоторые мысли, что Канавинская администрация интересует больше всего. Судя по всему, не парки. Значит, давайте я вас возьму телефон и приглашу вас ко мне на прием, и мы встретимся, вы все расскажете. И если предложение хорошее, продуманное, то мы обязательно договоримся. Номер обязательно передадим, Александр. Я вот просто несколько слов скажу. Просто вот вообще по Мещерскому озеру ситуация требует срочного вмешательства. Об этом, кстати, мы уже говорили, и в наших планах приведение этой территории в порядок есть. Ну, хотя бы даже потому, что это огромный жилой массив, и мы готовим эту территорию к чемпионату мира по футболу, стадион строим. А у нас в таком состоянии озеро. Причем все это может быть очень красивым местом для прогулок жителей. Но там много, что нужно сделать. В первую очередь, это очистка самого озера. Помимо очистки, там нужно делать его проточным. Он когда-то был проточным, озеро было проточным, но сейчас просто потому, что это не работает, система сквозного движения воды. Потом нужно приводить в порядок берега. То есть, конечно, не строят береговы, укрепления бетонные, как они построены, например, там, где у нас реки. Но, тем не менее, гравий, сетку, укрепляющую берег обязательно надо сделать. Ну, и спланируют территорию вокруг, в тех лесонасаждениях, которые есть со стороны стадиона. Но только я еще также хочу сказать, и надо это учитывать, что там клочка свободного нет, которые бы не запланировали различные строительные компании. Чего там только нет. Это и гостиницы, и торговые центры еще, и какие-то объекты, пока написано, социального назначения. Но я всегда так скептиком являюсь у таких проектов, которые административно-бытовой и социальной направленности. Дело обычно кончается либо магазинами, либо предприятием общественного питания, либо торговыми центрами и так далее. Но, тем не менее, все расписано, все имеет свое назначение. Поэтому, вот учитывая это, потому что все-таки это решение принято, нужно наши планы привести к реализации, к реальной. В любом случае, территорию вокруг, непосредственно к воде доступ нужно... Никто не будет иметь доступ, кроме людей. Вокруг будет пешеходная дорожка, и берег будет укреплен. Пляж, кстати, мы там тоже планируем сохранить. Раз уж мы заговорили об объектах социальной направленности, еще одна важная, актуальная тема – это здание кадетской школы номер 4. Сегодня в эфире ННРадио был звонок матери одной из воспитанников этой кадетской школы. Они встревожены тем положением вещей, которое сейчас сложилось вокруг заведения. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент интервью в эфире ННРадио. Это вы мне готовили уже, я так понимаю. Нам уже поступают в течение длительного времени какие-то обращения. К вам люди знают, что вы приходите каждый вторник здесь, отвечаете на вопросы. Поэтому мы готовы сейчас послушать вопрос от Елены, который прозвучал в нашем эфире. В феврале месяца 2015 года мы узнали, что администрация города планирует закрыть нашу школу. В связи с тем, к ним были направлены письма в управление президента Российской Федерации, в Министерство обороны, в сообразование, с залогами, что мы против закрытия нашей школы. В учреждении пришли ответы, что школа остается по-прежнему адресу, и никакой ликвидации вообще речи нет. Дело в том, что вот 13 апреля выпало распоряжение, само распоряжение мы, конечно, не видели, в том, что нас хотят присоединить к специализированной коррекционной школе-интернату Ленинского района номер 6. Хотя и вначале нам говорили, что это здание будет целиком и полностью нам выглядело. Мы категорически против. Потому что дети столько лет учились, и очень жалеют, что это здание у нас забирают. Это была полноценная школа. Сейчас мы опять пишем обращение к президенту, пишем обращение в союзы ветеранов. То есть мы будем обращаться во все инстанции, и руки вкладывать не собираемся. Будем бороться за нашу школу. Вот такое было мнение. Ну, стревожены родители, да, воспитанники в том, что там все-таки происходит? Какая судьба ожидает учреждения? Я, конечно, диву даюсь наших родителей, активистов. Одни пишут президенту, открывайте кадетский корпус. Другие пишут, не открывайте кадетский корпус. Ну, кому же, сразу же президенту. Значит, в данной ситуации, что я могу сказать, кадетская школа будет переформирована в кадетский корпус по многочисленным обращениям всевозможных союзов ветеранов, всех локальных войн, Великой Отечественной войны. Все говорили о том, что почему в области есть кадетские корпуса, во всех крупных городах есть кадетские корпуса, в Нижнем Новгороде со славными традициями кадетский корпус так и никак не может организовать местные, как областная, так и городская власть. Искали такую возможность. Кадетский корпус требует определенных норм и по обучению, и по проживанию, потому что это по большому счету интернат. То есть те ребята, которые приезжают из области, в некоторых случаях, и те, которые не имеют возможности нормально, очень много в таких корпусах учатся ребята из непростых семей, неблагополучных в том числе, то есть им бывает нужно где-то останавливаться, а вообще военные за то, чтобы обучение проходило максимально приближенно к казарменному. Кадетский это кадетский все-таки корпус, это не такое развлечение в виде ряжных, а это все-таки кадетский корпус. Поэтому нужно было предусмотреть помещение для проживания. Вот я маленькую ремарку позволю себе. Елена также высказывала опасения, что положение кадетов будет сведено чуть ли не до секции, не до кружка, вот при этом в самом школе-интернате номер 6. Вот это тоже прозвучало в эфире на Н-радио, просто там были развернуты. Ну, надо просто родителям встревоженным, есть действительно родители, которые встревожены, я не могу понять, в чем проблема, либо они, конечно, если я могу только одно предположить, что они живут в соседнем доме, и, конечно, на улице Минина добираться, может быть, комфортнее, интереснее, нежели ехать в Ленинский район. Ну, бывает такое, что исключительно в интересах правильного образования, именно кадетского образования, а не кружка секции, и выделяется целая школа, как она там будет называться, и кто кому присоединяется, вот это вот вопрос специалистов департамента образования, как это сделать для того, чтобы и сертификацию пройти нормально, и лицензии получить, это будет кадетский корпус. Со всеми, выполнением всех необходимых требований. В конце концов, вот у вас в четвертой школе кадетской, где кадеты занимаются, спортивный зал есть? Его нет, кадетского спортивного зала. Там небольшая территория перед школой для того, чтобы там можно было хотя бы построить учеников кадетской школы. Но, в конце концов, с директором школы об этом разговариваем, он поддерживает. Специалисты, которые кадетские корпуса открыли в области, например, все за, какие-то родители против. Ну, надо принять, будет решение, будут ребенок в кадетском корпусе заниматься или не будет. Это новый шаг вперед. Это развитие по-настоящему. Это кадетский корпус. Это вот точно не секция. А что касается, что все хорошо в четвертой школе, я знакомлюсь и с делами, я знакомлюсь и с происшествиями, в том числе, которые происходят в той же школе номер 4. Не все хорошо, есть над чем работать. Не случайно директор поменялся в последнее время. Так что кадетская школа превращается в кадетский корпус. Это развитие. Она у нас никуда не девается. Не школа, а именно кадетский корпус. На базе школы он будет. Второе. Здание школы номер 4. Тоже мне тут говорили, да вот очередной торговый центр. Да, бывали такие мнения. А еще сегодня обсуждается вопрос, это будет здание 8-й либо 13-й школы Нижегородского района, потому что там сегодня они перенаселены, и ребята учатся во вторую смену. А между прочим, в 4-й там, по-моему, 500 учеников всего. В то время как в 13-й и в 8-й, я могу, кстати, ошибиться, но не очень много, а в 13-й там везде больше тысячи занимается ребят. Тоже какая-то странная ситуация. Диспропорция получается. Ну, очевидно. Не так все просто, не так все хорошо в 4-й кадетской школе. Просто нужно уж если делать кадетскую школу, то если делать ее серьезной, по-настоящему, а вот там сейчас кружок. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Много вопросов сегодня. Мы готовы принять звонок от нашей слушательницы Светлана на линии. Как я понимаю, Светлана, здравствуйте. Добрый вечер. Олег Александрович, разрешите обратиться, к вам со следующим вопросом. Достаточно часто мой путь домой и на работу пролегает через Московский вокзал, дороги около Московского вокзала. Недавно там, я так понимаю, делают ямочный ремонт, вся дорога вырезана кусками. Там очень сложно проехать, приходится нивелировать вот эти кутки. Ремонт, это, конечно, здорово, но я не понимаю, почему дорожную службу вырезают, и потом днями остаются эти ямы. Это небезопасно и для дорожного движения, и не для машин. Светлана вчера видела, как машина одна вывернула колесо. Пожалуйста, ответил на вопрос. Светлана абсолютно права. Это сегодня встречается на дорогах Нижнего Новгорода. Происходит вот что. Идет ямочный ремонт. Помимо ямочного уже мы пытаемся, пользуясь погодой, которая, если ночью плюсовая температура, то мы уже используем и горячий асфальт, асфальтовые заводы запустили. То есть уже и карточный ремонт, то есть это большая плоскость вырезается для ремонта. Но вот, получается, они вырезают, подготавливают. По технологии они должны в течение двух дней эту яму заделать. Ну вот, есть проблема. Ну, во-первых, из-за того, что бездельники эти дорожные службы... Ну, здесь на сеной дня четыре, наверное, была заплатка. ...организации одни быстренько нарезать. Нарезать же не заделывать, поэтому они нарежут, и все, мол, одна бригада свою работу сделала, все, мы закончили, потом появляется медленно та бригада, которая начинает это заделывать. Они работают не всегда оперативно. Второе, вторая проблема, это то, что погода бывает вмешивается, это действительно объективная причина, но если идет снег и льет дождь, то какая может быть... Вы же, уважаемые радиослушатели нижегородца, и присылаете потом все эти фотографии. Это и так происходит. Ну, мы, конечно, можем их заставлять укладывать и все, но это, значит, провоцирует брак, который долго не продержится. Значит, проблем такие есть. Есть и на Грибном канале, и вот вчера я разбирался с дорожниками, тоже все срезали на улице, вот, Голуби у Баумана, не делают, вот сейчас обещают, как только хоть немножко нам перестанет дождь, мы все заделываем. Но претензии совершенно справедливые. Должны укладываться в нормативные сроки, для автомобилистов это серьезная проблема. Ну, вот в Вене, это вот такая весенняя проблема, которая у нас всегда, честно говоря, каждый год бывает. Так чуточку потерпеть придется. Да, лучше все-таки. Раз вырезают, значит, сделают. Значит, уж в этом хотя бы положительно давайте увидим. 42-30-99-5, кнопка 5, телефон напрямую в эфир. Переходим плавно к транспортной теме. Она качает из эфира в эфир. Много смс пришло на наш смс-порталь, 8-930-80-90-9-9-9-5. Разные люди, жители Сормово, Бурнаковки, спрашивают. Вопрос, в принципе, один. Когда вернут старый маршрут? Маршрутки Т-24. Пустили специально для жителей Бурнаковской, Сормово, а теперь убрали. И вот, как минимум, три сообщения сейчас подобного рода я вижу на нашем смс-портале. Это частный перевозчик, поэтому, почему убрали, вполне вероятно, что это частные перевозчики бьются до конца, когда это выгодный маршрут. Вот тут они устраивают гонки, тут они начинают перекрашивать себя в разные цвета, вешают на борта своих автобусов, еле ездящих, все названия партии, которые их поддерживают, которые только существуют, мне кажется, еще там, наверное, какие-то остались, но вот они вывешивают, вывешивают. Там они борются, потому что там выгодно. А есть маршруты, на которые невыгодно. Вот я разберусь в этом вопросе, почему перестали ездить, но ответ пока у меня приходит только один. Невыгодно. Маленький пассажир поток, частники сказали, да, нет, спасибо, не будем мы здесь ездить, пусть муниципалитет обслуживает эти маршруты сам, это его обязанность. Это действительно так, наша обязанность. А вот с маршруточниками ситуация вот такая вот. Я разберусь. От транспортной темы не уходим. Есть вопрос от Антона, он с нами на линии. Антон, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, вопрос. Олег Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос у меня к вам такой. В 2013 году проводился конкурс на обслуживание 21, 60 и 69 маршрутов. Все три конкурса выиграла одна компания, ООО «Аскусера». Как, как? Вот, сразу после заключения... Антон, еще раз, как он называется? Фирма, которая выиграла. ООО «Астосфера». Автосфера, я думаю. Стой, горшков. Сразу после заключения договоров с департаментом транспорта на этих маршрутах поехали не заявленные автобусы на конкурс «Новый парк 3.2.0.4», а старые, 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 там, начало 2000-х годов. Прошло два года, а ситуация не изменилась. Маршрут стены в аренду просто, и никаких проверок, и договора не расторганутся. Вопрос один, можно достаточно конкретно. Почему не расторгаются департаментные перевозчики? Хотя, объявляли нарушения постоянно, у них нет автобуса, обязательное распространение гражданской ответственности. То есть, непонятно. Ответьте, пожалуйста. Спасибо, Антон. Вообще, проблема субаренды такой, она неоднократно поднималась, в том числе, Анатолий Анатольевич Гусев приходил, тоже ему задавали вот этот вопрос. Ну, вообще, это работа Анатолия Анатольевича Гусева, отвечать на вопросы, почему это распространенные, кстати, нарушения, когда нарядные, такие радостные, подтянутые частные перевозчики приходят на конкурс, а потом все по-другому выглядит. Ведется по этому поводу департаментом работу, где-то у них достаточно основания для того, чтобы поразорвать. Ну, ведь все несовершенство наших законов говорит о том, что все эти разрывы потом, в конце концов, не всегда приводят к тому, что у нас уходят оттуда эти перевозчики, появляются другие, нелегальные и так далее. Я разберусь, почему вот эти маршруты уже два года, совсем другие автобусы. Мое отношение, вот есть и нормальные там перевозчики, я с ним встречался, но, в принципе, на сегодняшний день, вот при таких законах, при таких правилах, ну, нормально-то они работают. Хорошие перевозчики, которые берут автобусы, они их берут в лизинг, несут серьезные издержки, они, как правило, более дорогие автобусы. Потом соблюдать все эти требования наши, да и не только наши, вообще государственные требования, там, по надзору за водителями, за их здоровьем, за содержанием автобусов, они такие, ну, достаточно высокие. То есть жить по правилам перевозчику нормальному просто-напросто тяжело. И когда кто-то выходит на маршруты и не живет по этим правилам, а нарушает их, и с ними ничего не может сделать, да ладно, там городская власть, более серьезные структуры, прокуратуры и полиции, что у нас таких примеров мало, тогда, получается, им зачем держать эти автобусы, они бывают, у нас такие-то уже истории, берут эти автобусы, потом не выдерживают, их продают, арендуют или берут, покупают за копейки, вот эти развалюхи гоняют. Я не верю в будущее нормальных, вот в будущее вот этих частных перевозок. Считаю, что, я вот не знаю, Антон, как пассажир звонил или как представитель, они же сейчас все разделились, там, у них целая группа, там, один за этих, других за этих, все эти прям бьются, бьются за большие деньги. Вот этот маршрут, про который самый популярный, это большие серьезные деньги. Я предпринимателей понимаю, но в конце концов есть законы, есть регламенты, которые необходимо выполнять, а то говорят, вот нет, закон, только вот я прав, а я почему не прав тогда? И в конце концов суд должен решать эти вопросы, вот туда и переходят все, но это ненормально все, каждый раз через суд муниципалитет должен, муниципалитет должен приобретать достаточное количество автобусов и осуществлять все перевозки. А если муниципалитету, Нижегород-пассажир-трансу нужна помощь в виде частных перевозчиков, такое вполне вероятно, больше того, я считаю, это правильно, что частные перевозчики должны остаться на маршрутах, но они должны заключать соглашение с Нижегород-пассажир-трансом и осуществлять работу по Субподряду. И не будет тогда порядка, не будет никаких проблем. Будут плохо работать, тогда Нижегород-пассажир-транс будет их выгонять, ставить свои автобусы. То есть нужно дать полномочия Нижегород-пассажир-трансу, по большому счету, навести порядок на дорогу. Это не полномочия, просто нужно, сейчас заканчиваются контракты, которые были разыграны, просто мы здесь все-таки соблюдаем законы, после них, если способен будет Нижегород-пассажир-транс организовать эту работу так, чтобы нижегородцам было удобно передвигаться, значит, мы сделаем это. Если не хватит денег на транспорт, не хватит денег на организацию работы парков, водителей, тогда будем опять искать возможность привлекать частных перевозчиков, но каким-то образом все-таки, чтобы это было не страшно для нижегородцев. От общественного транспорта в оставшиеся несколько минут на вот этой части нашей программы перейдем еще к вопросу, которая поступает в группу ННРадио ВКонтакте. Дмитрий спрашивает, когда будут подведены коммуникации к участкам, выделенным многодетным семьям в Сысоевке? Мы, насколько мне не изменяет память, уже затрагивали в каком-то из наших эфиров как раз эту тему. Ну вот Дмитрий интересуется. Нижний Новгород участвует в программе федеральной по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Между прочим, я хочу отметить, это наша все-таки инициатива, потому что по региональному закону город Нижний Новгород и город Саров, они от обязанности предоставлять земельные участки в территории своих границ освобождены, потому что количество многодетных семей, оно такое, что город не в состоянии обеспечить достаточным количеством земельных участков. И, кстати, закон говорит о том, что в очередь, в Нижегородскую очередь, может стать житель, например, Шахуни, например, либо Пильный, нет никаких в этом плане ограничений. То есть любой человек, то есть нижегородец может стать в Пильнинскую очередь для получения земельного участка, а вот Пильнинский может стать в Нижегородскую. Ну, вот поэтому и принято решение, что берется территория, это уже городская администрация, для того, чтобы защитить интересы Нижегородских многодетных семей, мы взяли муниципальную собственность, земельный участок в Городском районе, Сысоевка, еще, кстати, ведем переговор о Борском районе, и мы на условиях софинансирования с областным правительством должны обеспечить коммуникации. Если сейчас областное правительство в программу включит средства по софинансированию, мы будем обязаны участвовать в этом софинансировании. Должно в 2015 году работа начаться, потому что мы знаем, что некоторые очень даже активно осваивают. Это правильный вопрос, и в 2015 году мы должны начать эту работу. Олег Александрович, еще есть несколько вопросов, которые мы, наверное, успеем задать. Предлагаю сейчас прерваться на небольшой блок рекламы дорожной информации, после чего продолжится горячая линия с городоначальником. Никуда не уходите от радиоприемников. Радио «Города Н». Радио «Города Н». НН «Радио». НН «Радио». НН «Радио». 18.54 в Нижнем Новгороде. Продолжается горячая линия с городоначальником. Здесь прям эфир НН «Радио». Кстати, вот по опыту могу сказать, Олег Александрович, что количество обращений по каналу интернет поступает все больше и больше в нашу программу. Людям проще зачастую бывает обратиться в таком электронном виде. И сейчас вот как раз такое обращение, подкрепленное в том числе СМС-кой на нашем СМС-портале, связано с парковкой под метромостом. Под метромостом кому мешает парковка? Почему нельзя место обустроить под нормальную легальную, соответственно, парковку? И фотографии в группе НН «Радио ВКонтакте» тоже нашими слушателями было обозначено. Вот я вам ее сейчас и демонстрирую. Ну, понятно, о чем идет речь. Парковка под мостом, но с Окской стороны московского шоссе. В Канавину. Значит, мы за то, чтобы эта территория была парковка, потому что больше как ее использовать. Кстати, как со стороны, где цирк, так и со стороны, где Гордеевский пятачок. Но есть все-таки правила работы парковок. И вот ключевое слово в вопросе обустроить. То есть для того, чтобы парковка работала парковкой и была безопасна, чтобы ее нужно, во-первых, сделать заезд, сделать выезд, чтобы согласовать это с ГИБДД, потому что, в конце концов, там получается, как с любого места заехал, с любого места выехал. Это, в принципе, небезопасно. Я задам вопрос специалистам нашим, что мешает привести эту парковку в порядок. Я думаю, что она должна быть бесплатной для нижегородцев. Там и так у нас есть огромная проблема, куда ставить машину. Ну, вот, видимо, нужно провести какие-то работы, согласованные с ГИБДД, и парковка будет работать. Но, кстати, эти территории у нас и запланированы, например, как парковки для проведения матча чемпионата мира. Потому что они зарезервированы под парковки. Вопросы именно в обустройстве их. Будем ждать ответа. Я, кстати, напоминаю, что ответы на вопросы предыдущих эфиров всегда доступны в группе ННРадио ВКонтакте по хэштегу «ГорНН». И не исключением является прошлый эфир. Тоже все ответы в интернете доступны. Давайте отключимся от каких-то конкретных вопросов. Все, что связано с конкретными адресами, жалобы на работу коммунальщиков, все мы это оформим и в соответствующую виде в городскую администрацию отправим. Олег Александрович, вопрос, вот какой поступил от нашего слушателя постоянно? Как я понимаю, вчера мы говорили на ННРадио о патриотизме. Как ни странно, и люди вот на этой волне хотят лично узнать у вас. Как вы думаете, среди нижегородцев есть патриот или весь патриотизм заканчивается на критике чиновников? Патриот ли вы, хотя это риторический вопрос. Очень интересно ваше мнение, Олег Александрович. Да мы на самом деле гораздо лучше, чем сами себе кажемся. Вот как так сложилось, что мы, вот, россияне весьма критично относятся к своей власти, к самим себе в конце концов, потому что у нас сотрудники той же администрации живут сейчас на доме личной клетки с другими соседями своими. Вот, и страну-то мы свою все-таки любим. Другое дело, что хотим от нее большего, и от соседей от своих, и от власти тоже. Поэтому, ну, это, кстати, и справедливо. Не все получается, не все, мягко говоря, идеально. Вот. Но то, что большинство в нашей стране, конечно же, патриот, я ни в коем случае не сомневаюсь, это никакие не пафосные слова. Я общаюсь со своими друзьями разными. Я закончил 174-ю школу. У меня там есть кто добился каких-то особенных результатов. Есть простые мои друзья-работяги. Мы можем там спорить по разным поводам, по подходам к различным ситуациям, но то, что это наша страна, и особенно, когда, знаете, на международные политические вопросы начинаем, там такая аргументация такая жесткая, которую по радио нельзя цитировать относительно любых угроз и опасностей. Поэтому нам все эти трудности настолько больше сплачивают. А я патриот, очень даже патриот. И при каждом удобном случае это демонстрирую. Последняя ремарка, наверное, в сегодняшнем нашем разговоре. Сегодня ведь день муниципального служащего, день местного самоуправления. Вас, Олег Александрович, нужно поздравить, хотя бы в конце программы, как главу администрации Нижнего Новгорода. Многие городские чиновники замерли в ожидании реорганизации, сокращения зарплат. Пара слов для, вот как раз, может быть, них сейчас в эфире на радио. Ну, во-первых, праздник действительно сегодня учрежденный государством. Президент издал соответствующий указ. Я считаю, что это правильно. Сегодня я служащий, еще 4 года назад я не был служащим, у меня было своеобразное отношение. Я думаю, как у большинства жителей Нижнего Новгорода, чиновник, там, все-таки сначала подозрительный человек. Точно ли он хороший человек? У нас всегда так рассуждают. Но на самом деле большинство работников городской администрации, муниципальных предприятий, это работяги, которые работают. У них там нет ни временных ограничений, и у всего народа, у всего города праздник. Они этот праздник организовывают. Работа непростая. И вот я вчера поздравлял на оперативном совещании своих коллег. Мне такое ощущение, что они даже стесняются. Поздравляю вас с праздником, дорогие мои коллеги. Ну да, спасибо. Неловко вроде. Как-то им неловко. Все привыкли, что критиковать критикуют, обвинять во всем обвиняют. Но вот поздравить, это редко когда дождешься. Между прочим, муниципальные служащие, это та власть, которая ближе всех находится к населению. Именно к ней население в первую очередь обращается за реальным решением проблем, а не поговорить. И во все времена, давайте так, в военное время все-таки военные государы люди, а вот в мирное время все-таки именно муниципальные служащие, которые здесь на местах и решают все жизненные, волнующие у людей проблемы. Поэтому поздравления принимаю, своих коллег тоже поздравляю. Но жизнь такая, и не от хороших условий принимаются решения по оптимизации и сокращению расходов. Давайте так, сегодня не просто всей нашей стране, всему городу, если происходит сокращение на предприятиях, если происходит сокращение в коммерческих структурах, люди теряют и в зарплате, люди теряют и места. Да почему мы, муниципалитет, должны, как ни в чем не бывало, жить и работать? У нас тоже есть большие сложности. У нас тяжело пополняется городской бюджет, падает налоговое поступление. Это факт. Не буду углубляться в эту историю. Но выполнять основные социальные обязательства перед жителем мы просто обязаны. Где искать средства? Нужно экономить. Откуда начинать экономить? С себя нужно начинать экономить. Поэтому сейчас идет очень серьезная реорганизация. Сокращается персонал, сокращаются зарплаты. Мы отказываемся от премий, от лишних служебных автомобилей, некоторые предприятия закрываем. Да это очень тяжело. Идет сопротивление такое, то, что называется, все говорят, ты режешь по-живому нам жизнь. Как мы можем? Мы не можем это справляться. Нам надо добавить людей, а вы сокращаете. Будем сокращать, будем переживать трудные времена вместе со всеми. Но выполнять главные свои задачи обязательно. Спасибо за честные ответы на вопросы в эфире ННРадио. Все отправляем в городскую администрацию, что не прозвучало сегодня по каким-то причинам. Еще раз вас с праздником и ждем вас в студии. Спасибо. Спасибо за вопросы. И всего вам доброго, уважаемые нижнеградцы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова